а всем привет друзья у нас сегодня 4 июня то есть четвертый день лета уже многие сейчас сдают экзамены те кто не сдают экзамены наслаждаются летними каникулами в общем всем желаю хороших летних каникул как вы видите у нас сегодня опять очередная проверка psn и psn у меня не работает даже с теми настройками которые я вчера делал для игры в гран туризма а сегодня я не буду вам повторяться что psn как всегда не работает с моим провайдером может быть у кого-то он и работает а скажу как можно принципе попытаться решить эту проблему так у меня dns старый с новым dns у меня что-то все перестало тоже работать так мто автоматически давайте своим папа ищем новый прокси сервер я думаю что из-за прокси сервер у меня такая проблема в общем все решения которые у меня работают я скидываю всегда в описании это так что пользуйтесь читайте в описании я пока час найду прокси сервер и расскажу вам как можно решить эту проблему эту проблему можно решить только знаете че как только написав только написав претензию своему провайдеру другого выхода я не вижу как решить эту проблему чтобы у вас без всяких проблем включили вам psn то есть разблокировали ти айпи адреса которым вам закрывает доступ ваш провайдер так ну что ж у нас вот у нас я показываю на сайте хэдминэйм мы ищем какой-нибудь прокси сервер потому что каждый день его приходится по ходу искать и как вы видите на сегодня у нас очень мало прокси серверов которые мы можем воспользоваться и вот кстати вот этот старый прокси сервер который не раз нас выручал самый стабильный вырезает его и попробуем использовать швейцарский давайте введем а в общем как это сделать это делается только отправление претензии можно конечно сперва позвонить своему провайдеру и сказать если вы мне не хотите включать сервера playstation а доступ к серверам предоставлять сервера playstation не внесены в реестр никаких запрещенных сайтов поэтому вам должны предоставить доступ к этим ресурсам за эти ресурсы вы платите деньги то есть вы объясните провайдеру когда звоните то что вы заплатили деньги за игры за подписки за всякие то что вы несете как бы убытки и потери и и если в случае не разблокировки провайдером вашей как бы так сети и то есть если провайдер не предоставит вам доступа к сервисам playstation нетворка которые не запрещены в россии то вы будьте но как бы напишите так что не напишите а сперва просто предупредите позвонив что я буду как бы вам писать претензию так смотрите playstation не удалось короче сегодня мы походу не поиграем то есть с провайдером можно решить только таким способом надавив на то что вы будете обращаться но сперва напишите претензию в претензии вы опишите можете и устно рассказать о чем вы напишите в претензии и если они вам не включат то будете обращаться с иском суд чтобы востребовать деньги за свои убытки то есть можно сюда приписать то что вы купили там playstation ты за 30 то что вы купили игр еще на тысяч не знаю 10 это что все весь этот иск возмещение то есть чтобы компания выкупал у вас всю эту технику вот так вот опишите ну как бы опишите ситуацию что я буду именно претензию писать то но и в претензии указывайте если вас сразу же послали это еще не значит что вам отказали если вы пишете письменно претензию если компания находится у вас но рядышком то можете зайти прямо в офис как как составить претензию вы можете найти в интернете то есть претензию пара прав потребителей претензии прав потребителей найдите короче в поиске как написать претензию а по правам потребителей и там есть прямо образцы как грамотно все расписать я этим способом пользовался не раз возвращая различную технику либо добиваясь какого-то ремонта даже автомобиле кстати и когда вот ты говоришь что ты знаешь закон потребителей когда ты знаешь говоришь о том что хотя что ты знаешь закон потребителя и умеешь писать претензии то знаете разговор с вами становится совсем другой я думаю что и с вашим провайдером когда вы намекнете на то что будете писать претензию потому что на претензию вам обязательно должны ответить если вы пришли в офис принесли претензию нужно составлять двух экземплярах ну в общем интернете наберите и все там написано если вы принесете два экземпляра и вам должны подписать прием и когда приняли и должны как бы сразу ответ вам но в течение 10 дней ответ дать если ответа не дают то пишите претензию на их юридический адрес и вам обязательно должны ответить есть не отвечает можно короче с этим делом ну короче в любом случае вы выигрышной ситуации и можете даже немножечко отжать деньжат ну естественно должно быть все это грамотно расписано то есть нужно какие-то законы под и подыскать именно то что ну и убедить их в том что они ограничивают вас в получении в получении тех как бы вещей за которые вы заплатили а вы заплатили за playstation плюс за многие игры которые вы не можете нормально поиграть из-за нерабочего psn в общем вот такие вот дела вот поэтому решение только звонить и немножечко угрожать компаниям которую вам не предоставляют не предоставляют возможность играть онлайн и пользоваться сервисами psn ну что ж ребят у нас сегодня получается уже тридцать пятый выпуск по папой сыну по неработе по и сцену psn до сих пор лежит и вот я вам сегодня рассказал самый действенный вариант если вы также как и я уже больше месяц или два у вас заблокирован psn и то есть только через претензию можно добиться включение всех ваших сервисов playstation playstation сервис у нас не запрещены поэтому провайдер ваш который ограничивает вас к доступу playstation у он нарушает ваш закон и вы спокойненько можете на обращаться даже в суд а с исковым заявлением то что компании но вы записывайтесь желательно все разговоры чтобы у вас были какие-то доказательства вряд ли кто-то будет конечно заморачиваться этим но с этого можно даже поиметь денежек и если провайдер провайдер ну провайдер скорее всего мне кажется даже пойдет он на уступки и быстренько включит вам этот psn то есть сервера которые ограничивали на доступ к psn и думаю что все сразу же наладится вот такие вот дела так что ребят если у вас бомбить сильно вы хотите пользоваться полноценно своим psn то короче у вас провайдер также как у меня ограничивает то обращайтесь с претензией к вашему провайдеру если хотите посмотреть но я не знаю может быть и я тоже когда-нибудь может быть завтра может быть сегодня там не еще один чувачок написал с моего же тоже с моего поселка что у него тоже с этим провайдером такие же проблемы и он не может вообще никак пойти в свой аккаунт playstation 3 у него в playstation 4 нет а вот в playstation 3 перепробовала все способы и не работает то есть в одном поселке мы живем говорит у друзей работает у друзей которые но в калуге находится у других которых права другой который провайдер а вот у нас с этим провайдером вот где мы в этой местности находимся возможности подключиться к другому нету и провайдер получается ограничивать нам наши права и как бы те кто платит за игры за подписки своего рода терпят убытки за из-за того что провайдер как бы ограничивает подключение к тем сервисом за которые люди заплатили хорошо вполне вполне вы можете по закону прав потребителей сервис не запрещено еще раз повторяюсь playstation и вы можете требовать закона чтобы вам включили ваш сервис playstation вот такие вот дела на сегодня у меня все да вообще народ а сегодня проверка вот у нас получилась такая вот небольшая просто демагогии такой развел показал вам что постоянно нужно искать прокси сервер дополнительно чтобы запустить допустим от гран туризма гран туризму не обработает до сих пор через старый dns тот новый который поработал всего один день хорошо то есть тусовками совсем давайте кстати вот проверим тусовку не проверил и все один день поработал тот новый серии днс и все больше он не работала пользуюсь старыми все способы как все способы решения допустим как я запускаю playstation 4 всегда под видео вы найдете в описании playstation 3 только через vpn по-другому с днсами с прокси серверами playstation никак не подключается в общем на сегодня все до новых встреч всем удачи и всем пока